Уважаемые члены Евразийского межправительственного совета, уважаемые участники заседания, прежде всего хотел поблагодарить наших киргизских коллег и лично Калбекова Сенбековича за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего мероприятия. Искренне приветствую глав правительств, государственных членов и государственных наблюдателей Евразийского экономического союза, а также участников и гостей сегодняшней встречи. Безусловно, заседание межправительственного совета – хорошая возможность для продолжения обмена мнениями по ряду ключевых вопросов и выработки взаимоприимуемых решений с целью минимизации рисков, исходящих из вызовов мировой экономики, которые за последние месяцы приобрели небывалый масштаб и глубина. Несмотря на глобальные экономические трансформации и существенные шоки финансовых систем, наблюдается определенная положительная динамика торгово-экономических отношений благодаря преимуществам евразийской интеграции. В этом контексте отмечу, что за первое полугодие 2022 года экономики Армении обеспечила значительный рост объема взаимной торговли со странами ЕС. За этот период взаимная торговля со странами ЕС увеличилась на 52,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 1,7 миллиарда долларов США. При этом экспорт Армении со странами ЕС увеличился на 48,9%, а импорт на 54,2%. Отмечу, что показатель роста экспорта во взаимной торговле выше темпа роста экспорта армянской продукции с третьими странами. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет не менее плодотворным, в том числе и за счет реализации новых инициатив. Еще один вопрос, на который хотел бы обратить внимание. За последние месяцы в связи с изменениями структуры внешней торговли союза наблюдается существенное отклонение при распределении таможенных пошлин. Исходя из этого, считаем необходимым в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению вопроса об утверждении единой методики распределения долей. Уважаемые коллеги, продолжение начатого вчера в узком составе обсуждения ключевых вопросов повестки хотел бы остановиться на некоторых аспектах, актуальных для нашего союза. Отмечу, что Республика Армении придает важное значение формированию общего рынка газосоюза и готова к конструктивному диалогу с целью достижения консенсуса по неурегулированным вопросам. С точки зрения достижения полноценного единого рынка товаров и услуг считаем важным интеграцию в сфере транспорта и инфраструктуры. При правильном подходе транспортно-логистических систем отрасль может стать одним из основных драйверов развития ЕС и конкурентным преимуществом объединения, создав благоприятные организационно-экономические условия для транзитных перевозок. Для построения транспорта-логистического комплекса ЕС необходима синхронизация экономической политики на национальном и наднациональном уровнях и обеспечение целостности подходов к проектированию и функционированию интеграционных инфраструктурных проектов. В этом контексте хочу особо отметить активное сотрудничество с Евразийским банком развития и Евразийским фондом стабилизации и развития как в двустороннем формате, так и в вопросе продвижения интеграционных проектов с кооперационным эффектом. Именно создание новых кооперационных цепочек и использование инструментария финансовых институтов послужит эффективным стимулом для развития промышленной кооперации. Немаловажным фактором решения поставленных задач является использование преимуществ цифровизации, которая в свою очередь создает прочную основу для эффективной интеграции и взаимодействия государств-членов в сфере высоких технологий. Мировой опыт наглядов показал, настолько значительным может быть экономический эффект от ее внедрения. Продвижение цифровых технологий в сфере экономики и торговли простимулирует минимизацию и даже полное устранение существующих барьеров, что в свою очередь повысит эффективность экономических связей, сократит издержки в торговле и кооперационных цепочках. Еще одним важным направлением считал развитие электронной торговли. Для стран ЕС государственное регулирование и контроль в сфере электронной торговли становятся все более актуальными, диктуя необходимость построения надежной системы контроля с обеспечением механизмов налогообложения в соответствии с лучшими мировыми практиками налогового администрирования. Учитывая чувствительность вопроса, необходимо совместными усилиями оперативно двигаться в направлении совершенствования нормативно-правовой среды электронной торговли. Очевидно, что меры по наращиванию экономического роста сопряжены с решением целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты, в связи с чем на первый план выходит необходимость подкрепления экономической составляющей социально-гуманитарными проектами между странами ЕС. С этой точки зрения приветствуем проведение первого молодежного форума СНГ и ЕС. Надеемся, что работа с молодежью прочно войдет в повестку нашей организации, а форум станет актуальным форматом вовлечения молодых специалистов в процессы принятия решений на текущем этапе развития интеграционных процессов. Уверен, что из сегодняшних участников форума в будущем вырастут новые лидеры, которые будут формировать государственную политику наших стран. Уважаемые главы делегаций, в завершение хочу поблагодарить всех вас за совместную работу. Армянская сторона в очередной раз подтверждает готовность к сотрудничеству по продвижению нашей общей повестки с целью обеспечения благосостояния граждан государств-членов ЕС. Благодарю за внимание.